вчера после такого прекрасного заката из турции пришел такой ливень что мы короче охренели и ночка была жесткий потому что окна не откроешь он дождь вообще косой все заливает поливает ночи да уж мы немножко все равно при открыли вот здесь окошки здесь у нас москитка футболка чтоб она не заливалась ну и как-то так вот спали до погода дрянь выходя на улицу получилось сложить салон часть убрать осталось только как-то придумать как завтрак приготовить точно сплитка там а у нас маленькая кстати есть здесь туристическая посуда там есть есть определенные минусы да я вышел на улицу потому что у нас под машиной короче был стол достал стол и продавал то что он вообще не намок ну вот под тачкой вообще сухо здесь сегодня ночью собаки прятались единственное что стулья не сильно закинул под машины вот они намокли от внешнего и у нас машине хорошо что-то то лопата багажника она большая на такую роль козырька кого-то создает и можно постоять приготовить главное чтобы не было косого дождя а он именно такой видите но пока идет с этой стороны потом всю ночь вот так был в эту сторону нам долбил москитную сетку утром стал в эту сторону бить а сейчас вот так вот но он наверное это к тому чтобы успели приготовить завтра я пока готовили на вторую партию яиц а мои уже сидят кушают как хорошо когда из той машине да видите все это дело мы сделали абсолютно не выходя на улицу когда шел дождь единственное что мы приготовить принципе могли там достать эту туристическую нашего комфорку не вот эту здоровую но учитывая что дождь закончился да не хотелось сейчас этой стороны вам покажу как это выглядит вот у нас огромный стол по центру стоит сидушечки поворотные ну и красота все приятный аппетит кушать как же мы любим путешествовать на машине ну вы прекрасно это знаете кто давно за нами наблюдает мы начинали путешествовать на volvo x90 и тогда у нас была палатка она кстати сейчас есть тоже ездит до сих пор с нами но мы иногда спали в машине там была такая огромная тоже кровать иногда в палатке в общем это такой кайф но иногда случаются моменты когда нужно знаете остановиться постираться поработать отдохнуть от жары например есть это конкретная жара например как в кемере и конечно же нужно заселиться в квартиру отели мы сразу отметаем потому что они ничего дельного нам не могут предоставить для нашей семьи потому что она большая а вот квартиру снять сразу со всеми удобствами конечно самый самый вариант и где мы ищем квартиры как рекомендации это конечно же сервис суточно ru огромное количество квартир отзывы рейтинги статуса супер хозяев очень классная фильтрация также вы можете поискать квартиру не только списком до выпадающим а еще и посмотреть где на карте находится та или иная квартира и сориентироваться уже на местности где вы будете дальше жить проведете какое-то количество времени также у суточно ru есть крутая штука то что сейчас они если вы путешествуете например по россии то за каждое бронирование от вашей суммы они вам возвращают кэшбэком на лицевой счет 30 процентов а эти 30 процентов вернувшиеся кэшбэка вы сможете потратить на дальнейшее бронирование жилья мне кажется это супер классное предложение если вдруг вы путешествуете за пределами россии то вы также можете пользоваться суточная ru только без кэшбэка они шагают по миру и у них с каждым днем все больше и больше предложений за рубежом ссылочку я там оставил в описании по которой вы сможете забронировать жилье еще гораздо выгоднее обязательно пользуйтесь чё тут скажешь тучи еще идут мы успели позавтракать осталось только кофеечки все на самом деле утро-то удалось пусть с дождичком но ничего да как ни приедем в батуми всегда поливает в том году тоже приехали ливень такой здесь просто гоня плыло и мы тогда сняли квартиру на это время вот они смотрят выпуски посмотрите хочу сегодня делать не знаем вообще по прогнозу сегодня дожди завтра и всю неделю будет просто в облачно но облачно тоже такая история дождь обещали только сегодня с 10 утра а получается что он начался еще вчера вечером ну как говорится рядом горы горы сами создают погоду сами решают когда идти дождю когда не идти дождю но вот про что я и говорил просто вот это да опять полил единственное что не успели сделать это помыть посуду а так в принципе все можно хоть куда переместиться либо в машине сидеть заниматься пока своими делами пока поливает дождь мы устроили кинотеатр да пусть зайдет воздух так да уж дождь нас то жестко кошмарит конечно почти не просветов ничего мы тут смотрим погоду в москве все это затопило в сочи все топит короче везде все топит и у нас уж топит капец хорошо что хоть не в эту сторону потому что здесь окно открыто на полтора фильма просидели в машине и наконец-то закончился дождь но ветер просто конец не дождь кстати еще так слегка моросит но это прям вообще чуть-чуть чуть-чуть фигня пойдемте до моря быстро сходим шторм просто лютейший и какие запахи залило вот это да не знаю как микрофоны там справляются не справляются экраны в воде вот это капец сколько они высотой вон те дальние метра три наверное вот это как здесь ой никого вообще не осталось смотрите раз это автодом с российскими номерами краснодарские это казахстанские номера ну и мы только стоили все больше нету никого надо сейчас тоже поехать куда-нибудь пообедать потому что готовить в такую погоду совсем не охота вот такие будни ванлаферов у да еще надо кстати посуду домыть это я то что я не успел сделать намылить ее намылил а вот промыть не успел так ну что мы выдвигаемся главное что здесь нигде не сесть потому что видите лужи потоплено да штормит знатно ладно поехали мы тут видите выехали на асфальт тут столько лошадок маленьких вон и красавца какие бравые а это же коровки не совсем лучше проскочили пришлось развернуться заедем сейчас опять вот на эту мойку где течет клевая водичка оба наберем баки и дальше отправимся уже кушать напор конечно сегодня вообще не радует да я думаю что верхний бак вообще заправлять не будем потому что мы выпущенем сейчас него проезжали увидел здесь картинку с щетками думаю дай сразу поменяю щетки поставил цена вопроса 30 лари ну лучше чем было все вот теперь точно едем кушать а то у меня короче и те то стали такие дубовые и один вообще развалился весь нафиг поэтому надо обязательно было поставить шикарно вот он огромный торговый центр вы видите уже подъехали а чё на платную парковку что не пойму 2 лари 1 hard 2 лари ну давайте попробуем заехать не знаю как вот он просто оплачивать пойдет с карты не пойдет ладно погоди это мы вообще к отелю подъехали потому что а и вон торговик сразу а я по парковка плавно перетекающие в этот мы пробежались там по ресторанному дворику ну в багдаке ничего короче мы хотели поесть местную еду в итоге зашли в местный рестик тут вообще лодочка стоит на наши деньги косарь 27 лари супы тоже там что-то по 17 по 18 лари в этот фига 500 рублей за суп в итоге поедем все-таки в наш любимую же дом хинкали но почему-то везде на картах вот я вот сколько вожу он пишет больше не работает но мы уже в нем же ели в тех выпусках а почему-то на картах пишет что не работает ну да ладно короче едем туда кушать вкусно выехали с парковки на парковки 1 лари надо было мелочи дать а я что-то картой бульяда как так лучше ее посадки если по этим грузию батуми то знаете что центр батуми стоит конкретно вообще вот который раз мы сюда суемся и который раз просто триндец ехать там буквально вот сколько два с половиной километра он пишет 15 минут я ненавижу пробки вообще заодно кольма в центре да покажу немножко архитектуру архитектуру батуми не нравится как они достраивают у себя хлопцы откуда ни возьмись балкон до достроили как так на улице дождь мы идем кое-как вообще нашли парковку вот прям подальше оставили человек супермаркет а ну можно сразу что-нибудь купить будет ой вообще короче прикол погодка на завтрашнего дня должно быть вроде все норм ну что же заказать еще в дом хинкали и как не хинкали конечно нам принесут две хачапури и мы бы вообще довольны и конечно же хачапури лодочкой блин какие они вкусняцкие до прошлый раз дети не доели поэтому мы заказали одну на двоих номер ушка грузин ну и деткам принесли мини хинкальки и по сути перемешки но безумно вкусные радюшка вилочку на все нам приятного аппетита будем хочет да в этом ресторане можно объесться но я не знаю мне кажется вообще нормальные цены 100 лари вышло ну меньше грубо говоря там 92 лари вышло и плюс они накидывают сразу чаевые что очень хорошо потому что налички нет и оставить нельзя так они вкручивают этот сервис немножко вам обзор цен вот молоко вот мы берем 495 в пакетах вообще гораздо дороже пойдем дальше так это что это сметана артем отойди пожалуйста это сметана тоже почти 5 лари яйца вот мы такие взяли за 429 это чё а это 15 яиц 829 масло 9810 5 президент вообще обалдеть 600 рублей масло есть кстати крупы вот гречка 250 это че такое сахар 260 мука 175 но на баунтики киткаты мука если в таких пачках дошики макароны смотрите сахар рис гречка тоже есть масло сливочное мы заскочили в магазин после кафешки и ну чтобы на ужин у нас там что-то было вот как магазин сюда не зайдешь от чуть-чуть прям набираешь 16 лари вот даже артем говорит магазине папа сотри грит опять 16 лари решили сейчас поехать в кемпинг для того чтобы помыться в теплом душе постираться надеюсь там будет вот ну и в принципе посмотреть грузинский кемпинг потому что в грузии в кемпингах мы еще не стояли никогда правильно вот поэтому поехали вместе с нами но пока бесконечные пробки батуми магазин заходили показали вам цены напишите пожалуйста вот свои цены на эти товары сколько вот у вас стоят такие товары точнее такая еда нам до кемпинга ехать 19 километров поэтому мы вместе с вами сейчас еще и заправимся надеюсь топливо будет норм кстати по поводу того как конвертит зератовский банк да в грузии вот мы поели смотрите на 100 лари это по идее 33 500 по сегодняшнему до курсу а зерат списал 1150 лир а по идее до должен был только тысячу лир списать ну короче получается что это как бы не комиссия это просто такой курс выдает так вот здесь кстати есть батуми канатная дорога мы на ней ни разу не ездили и в этот раз не поедем я кстати не пойму куда она ведет что-то здесь высокий гордо близко нет а куда-то и даже сейчас она работает я правда вообще реально не понимаю куда люди ездят еще такая погода зачем им это а еще не понять а остановки кстати здесь тоже транспорт достаточно развит есть электронные таблички на каждой остановке в батуми можно отслеживать во сколько приходит транспорт автобусы и спокойно ездить архитектурука так ну что же давайте попробуем заправиться я так понял что мне заправиться то нужно буквально на 30 лари а дизель поскольку даже не знаю ладно сейчас посмотрим вообще в 17.00 по прогнозу дождь должен был выключиться время 16.50 у дождя еще есть 10 минут но прям вообще конкретно поливает и просвета не видно вообще да уж так мы заправились дизельком 30 литров ой на 30 лари короче 10 литров вышло вот больше заправлять не встал пока нет необходимости и здесь короче прикольная история что не нужно заходить в магазин да там расплачиваться и карты наличные принимает сам чувак который заправляет он еще говорит куда ты говорит пошел говорит тебе там что-то надо я говорю нет он говорит платить мне я грия по карте он говорит все ровно мне игроки в общем заправились ладно дорога кемпингу потрясающая там домики все прям первая линия бункари по моему называется деревня мы должны вроде как в кемпинг упереться короче приехали мы до кемпинга и мягко сказать охренели стоимость 20 лари но это 700 рублей получится да смотрите вот она территория ну как территории это просто пляж вот сюда нам говорят поставьте машину вот сюда вот электричество гривесе есть длинный кабель мы можем протянуть у них здесь есть типа барная стойчика есть душ горячий но сегодня он не работает потому что погода такая по сути это просто места для палаток вон палаточники стоят как бы да отлично у них там есть интернет холодильники есть и на этом все а интернет сказал не сказал короче есть и смысл нам стоять по сути дикое место постираться не можем электричество запятаться нам электричество особо не нужно мы хотели душ сходить в горячий и постираться только ладно сейчас будем думать что делать короче заехали еще по пути просто вообще увидели нигде не обозначены этот кемпинг просто пути увидели заскочили сюда 20 лари тоже стоит дополнительно если нужно электричество то тоже платишь 10 лари вот стоят три авто дома а 4 авто дома стоят ну и как бы наш ну по крайней мере здесь есть уже горячий тушь это уже хорошо что в принципе немаловажно ну ладно сейчас до кабулете доедем в любом случае снимем нал у него нельзя расплачиваться по картой по картой что мне с речью вот по картой нельзя платить и я думаю есть там ничего не найдем то вернемся тогда уже наверное сюда вот и получается что в первом нет кстати вот смотрите въезжаем в кабулете в первом нету ничего реально ничего ты даже слышишь на территории не за огородами во втором вот по крайней мере есть горячие души можно помыться это очень-очень радует а погода 20 градусов кстати остановились возле банкомата пойду сниму деньги так смотрите снял я 50 лари 3 лари комиссия банкомата самого терминала то есть сколько там по приложению еще будет хрен его знает здесь за кабулете есть еще один кемпинг он тоже короче отмечен только на яндекс карта у него не отзывов есть только фотки соответственно хотим до него тоже поскочить и посмотреть что есть там вот потому что это такой какой-то интересный посмотрим короче ладно сейчас и так как выглядит городок кабулете это его центральная улица по которой вот перемещаешься и ездишь ну чё хочу сказать свободно вот слева музей кабулете пожалуйста да 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 это видимо здание администрации кабулете вот так вот истанбул истанбул текстиль в стамбульский текстиль пожалуйста магазин прикольненькие рестораны такие подсвечиваются жигуль шаха едет вот смотри 197 124 178 просто на два квадратных метра 44 машины с российскими номерами вот смотрите еще следующий 7199 вот следующая машина стоит смотрите 126 регион дальше башкирский 102 дальше следующая машина 122 за 3 174 152 198 47 вот это а то есть ли да 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 и тот если у вас есть вопрос типа вообще сюда люди приезжают на машинах опасно не опасно отношения здесь вот мы сколько едем вот говорю вот где-то через одну либо через две машины ну через три пусть будет обязательно есть машина на российском номере очень много людей приехало отдыхать в грузии очень много вот так вот них получается вон там вот идет какая-то видимо набережная точно не знаю как она выглядит а вот здесь вот находится центральный парк а этого города ну и собственно такая туристическая да их много вот что что первый стоит родион на их очень много 0 5 регион даже дагестан дагестанцы здесь видите этот дагестанцы также строят здесь видите улучшают какие-то отели многоэтажки до 0 5 регион так ресторанчики вот я не знаю мне чем-то напоминает вот эта вот часть адлера курортный курортный район данность он что-то такое там вот немножко дорога пошире а так вот тоже малоэтажки и парк вот мне кажется все города курортные между собой похоже какой рейс прикольный кстати вообще многоэтажный сколько пять этажей в ресторане представляете самое главное чтобы у них была полная посадка потому что все-таки четыре пять этажей для ресторана мне кажется очень очень много так парк продолжается вот если вы хотите отдохнуть в плане движухи в плане пробок торговые центры там вот такие чуть клубы казино вам в батуми если вы хотите вот какого-то супер спокойствия либо там кого-то дикого такого так называемого пляжа то вам доехать можно догони от батуми если вы хотите отдыха где так сказать шашлычка поесть но вроде чтобы все по-грузински было но на минимал когда без замешуры вот этой вот торговых центров и так далее это вот точно кабулете вот я прям еду вот ну лазаревской лазаревского даже можно так назвать вот кстати да правильно ну я просто провожу некую параллель потому что нас же многие смотрят да и чтобы понимали как и что от чего вот допустим батуми там да давайте сравним сочи вот движуха и так далее то подобное вот гони это вот по сути бархатные сезоны туда отъехал на пляж в горле балтики их красота а вот это ду реально лазаревская парке зелень и очень много машин вот этих палаточек пробок нету но я смысле много машин парковки все забиты бесконечная набережная такие вам сравнение короче делаю тоже гоню да только здесь трасса и вот можно по идее вот здесь и встать вон один автодомик стоит он все поле вот это здесь дальше есть вроде как кемпинге не знаю сейчас попробуем доехать посмотрим вообще конечно с кемпингами беда прям это печалька вон он сотри вон всякие палатки вот наверное вот здесь он где-то есть сейчас мы попробуем да то есть он даже не возле моря понимаешь сейчас спросим а ну вот-вот видишь вот у них домики есть всякие разные сейчас спросим что у них тут еще есть море это тебе точно сегодня не нужно кемпинг такой знаете вот он его он еще строится он новый поэтому его нигде не отмечают прикольный здесь запах вот даже в машину кстати я сел сосны залетели сюда ресторанчик даже есть кухня есть единственно что у них в 10 человек 10 лари стоит взрослый до моря вот надо через дорогу перейти с той стороны из даже детская площадка 5 6 до 12 лет дети по 5 лари стиральная машинка 5 лари потом значит а да при них живота вот есть магазин вот смотрите как бы прикольно достаточно вот электричество если нужно к машине то тоже 5 лари то есть как бы все у них допы 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 интернета нету вот но по крайней мере достаточно прикольная территория люди стоят и я думаю что за 1000 рублей это в любом случае лучше чем чем ничего будет у нас либо вот этот маленький где мы были правильно же нас лучше чуть побольше заплатить но по крайней мере здесь куча всех стоит вот не но еще стиралка видишь будет кстати да вот кстати дом на швейцарских номерах смотрите какой огромный не знаю получится не получится сделать обзор наша задача сейчас просто покататься здесь выбрать себе место и пойти познакомиться к хозяину вот он говорит давай потом подойдите познакомимся оттуда сюда вот стоят московский регион машина так можно и палатку в принципе бросить можно вот под навесом стоять так здесь у нас еще на московском бой на 30 31 регион ну давай до ребятей здесь очень много русская баня у них есть вот пожалуйста но он говорит это уже другой сервис туда-сюда так 163 регион вот дом 77 региону собственно вот как бы люди 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 отдыхают приезжают отдыхают душ вот вот этой постройки все там есть настя так все мы припарковались вот так вот встанем между соснами вот так вот рядом будут ребята стоять но не с палаточкой ух свежо хорошо сегодня будет и запах спать и комарову говорят вообще здесь нету я им сказал батумина сожрали он грите вну батумина понятно а 10 не должно банька езда 50 лир кстати стоит лари стоит да вот и это не знаю здесь значит раковины здесь вот расценки про что говорил смотрите запоминайте и душ душ вот первым делом пойдем мыться видите достали полотенчики еще так дует ветерок прохлады короче мы прямо отвыкли надо срочно это помыться и одеваться короче потеплее потому что дыр 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 короче мы уже постелились вот так вот огромная кровать значит достали даже теплые вещи представляете потому что ну ветер такой не вырегут вообще надо было пацанам бетровки достать настя чтобы они не сырели в машине не знаю короче вон они развлекаются все идем душ моемся кстати вот этот автодом он такой огромный ведь у него еще это слайсер выезжает по кайфу но ваше впечатление валаферская жизнь в грузии как она потрясающе там корючая проволока одна девочка семья своя отдельная кабелька мальчики одея и как тебе не повезло когда старший мальчик в семье ты всех моешь вообще да но же стемнело причем так это быстро я успел только там рабочие моменты какие-то решить буквально 30 40 минут и вот темнота ну почти до темнота ну все уже слава богу дождя нету надеюсь завтра не будет но в любом случае уже завтра купаться и не будем потому что море будет восстанавливаться после такого шторма минимум три дня минимум повесили свою веревку завтра у нас запланирована стирка скорее всего значит здесь проведем две ночи вот ну а дальше посмотрим ну на этом можно завершать данный видеоролик ребятки обзор этого кемпинга будет уже в следующем видео ну и как и все достопримечательности этого туристического городка лайки ставьте пишите комментарии подписывайтесь на нас в telegram в канале других социальных сетях не забывайте ну и все важные нужные ссылки вы найдете там в описании а также в нашем бесплатном pdf файле который есть нашем telegram канале пока